Российские военные приглушили Думу. Российская военная полиция, патрулирующая сирийский город Дума в Восточной Гуте, получила устройство для блокировки связи. Фотографии снаряжения и транспорта патрульных опубликованы в телеграм-канале Дерестарате 4, который занимается мониторингом деятельности террористов. В распоряжении военных предоставлены бронеавтомобили Тайфунг 53949, оснащенные устройством создания помех связи РП-377ВМ1. Согласно информации на сайте Борисоглебского приборостроительного завода, выпускающего устройство, масса такой системы без аккумулятора составляет 50 килограммов. Систему РП-377ВМ1 блокирует локальные линии радиосвязи и предназначена для борьбы с радиоуправляемыми бомбами. Оборудование может размещаться как на бронетехнике, так и в рюкзаке. Дума перешла под контроль сил президента Сирии Башара Асада 12 апреля. Ранее город контролировался боевиками группировки Джейш-Алислам и являлся последним оплотом террористов в регионе. В тот же день в Думе начала работать российская военная полиция. Операция по освобождению Дума началась 6 апреля. Вскоре после ее начала повстанцы сообщили, что правительственные войска сбросили на город хлорную бомбу. Эта информация стала поводом для ракетного удара по территории Сирии, нанесенного силами США, Великобритании и Франции 14 апреля. Целями стали объекты, якобы задействованные в производстве химического оружия. Дамаск, а вместе с ним и Москва отрицают применение химоружия силами Асада и считают эти сведения провокацией. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявления сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.